всем привет будни цветовода я сейчас занимаюсь тем что поливаю цветы и заодно навожу порядок на подоконнике вот пожалуйста без прикрас без украс все как есть весь пол какой-то требухи цветы везде стоят вплоть даже на кровати вот так вот так и живем хотела вам показать как сыпет на подоконник аксалис вулканический вот смотрите сколько от него грязи смотрите что творится из растается жутко просто жутко поэтому думаю что я приму решение не в пользу этого комнатного цветка он у меня уже не первый год и думаю что достаточно уж этот меня постоянного мусора от него либо я дотяну до тепла и высажу на клумбу либо до тепла уже не дотяну посмотрите как он и зарастается даже стоя под подсветкой и все равно и зарастается как бы красоты мало нужно постоянно переукоренять что-то с ним делать чтобы но более-менее было человеческий вид у него рассказываю как есть это тем кто решил завести такой цветочек давали тоже все засыпал не все давали тут у нее лапки видите поползли уже потихонечку из горшочка надо и место наверное получше придумать это стоит у меня здесь в темноте а в темноте но у меня стоит потому что у меня здесь стоит вот в этом углу вот эта красотка вот и немножко ей загораживает освещение не знаю куда ее пристроить чтобы она была получше выглядела чтобы ей было комфортно и чтобы и я могла любоваться этим растением да еще так чтобы она никого и не за заслонял вот видите какая хорошая это монстера альба я думаю что все ее узнали сейчас мы ее покажем с лучшей стороны с красивой так сказать смотрите как монстры растет интересно вот у нее все корешки направлены вниз но не только вниз это все-таки ампельные растения ползущие которые в природе растут тянутся по деревьям и вот этими вот корнями облетают деревья цепляются за них и ползут все выше и выше к свету к солнцу также и здесь растет вот я его так вот видите такую сделала опору она получается нарастила два корня с одной и другой стороны опоры и так прямо намертво встала мне и даже вот нет никуда даже чтобы вот ее просто за эту опору зацепить не никак она все и держится мертво только если опору вытаскивать уже из горшка и можно что-то сделать что-то придумать сейчас я зеркальце на мою все здесь уберу и буду расставлять цветочки повторюсь зеркало у меня здесь лежит не для отражения света а просто банальная цель немножко увеличить площадь подоконника ведь вот насколько подоконник вырастает в размерах зеркало лежит довольно плотно она тяжелая поэтому можно ставить спокойно цветы даже с краю и она никуда не девается не перевешиваю хочу показать редиску здесь вот у меня такой вот таз стоит видите землей 11 числа я сеяла редиску сегодня у нас 14 и уже пошли первые всходы так что и надеюсь что буду есть редиску через месяц 11 апреля к своему дню рождения хочу вырастить редиску и сделать из нее салат вот такой вот покупала редиску урожай на окне гусар предназначена вроде как это редиска как раз для выращивания в домашних условиях поэтому я надеюсь на хороший результат ну вот я намыла немножко здесь чуть-чуть смела мусор протерла и поставила на эту стоечку уже немножко другие растения поставила сюда два папоротника я к сожалению название их не знаю покупала я их без названия определить папоротники мне кажется очень тяжело проблематично по крайней мере я не знаю где это правильное сюда тоже папоротничек поставила давали а здесь он так роз в принципе решила оставить здесь вот здесь вот у меня тоже папоротник на восстановление стоит осталось от него одно корневище вот но потихонечку восстанавливается он похож на папоротник мариса с поставил сюда вот такой свисающий это крестовник по-моему герой на он называется вот такие вот они увидите сегментики израстается такой довольно интересный он на вид но и ничего особенного вот ращу ращу с одной вот такой вот веточки он сам как-то куститься потихоньку что-то я у него отрывала и подсаживала потихонечку вот так вот мы с ним разрастаемся а вниз поставила пепперомию вот такую я и с листика вырастила такая симпатичная потом переукорененная генура варегатная тоже сюда поставила а туда на задний план это у меня эсциндапсус по моему он называется мунлайт я на него обиделась он у меня уже плохо очень растет этому черенку я даже не знаю уже на на года полтора и все никак не вырастет все что-то ему не нравится пересадила его в новый грунт и вот задвинула на задний план не захочет расти распрощаюсь со всем вот так вот теперь у меня будет в этом углу как стоечку я использую обычную полку для ванной железная про нее уже не один раз говорила выбрала пук которая самостоятельно может стоять которую не надо никак крепить она крепко довольно таки стоит и на нее в принципе вмещается вот такое вот количество горшочков можно вот таким образом сэкономить немножко место монстеру решила поставить в этот угол здесь она не загораживает от цвета растений потому что здесь стеллаж уже и так подсвечивается а сюда я поставлю растение какие-нибудь пониже чтобы они не загораживали не притеняли от света вот эту мою стойку здесь решила еще ее немножко закрепить чтобы она не шаталась обычная резиночка для денег привязала ее так вот и прямо хорошо хорошо пролила грунт по проливом так чтобы видите прям вода вышла вниз в поддон я водичка выходит в поддон я некоторое время жду и все что не впиталось обратно в грунт все сливаю красивая правда очень красиво такая прямо мне так она нравится у нее листики такие плотные хорошие и хорошо раскрашены сняла для полива 2 папоротника сверху этом у нас тоже на кошке стоят это досада варигатная вот смотрите какие у нее красивые ваи с полосками вот какая я ее все-все обрезала обрезала есть его и старые которые подсохшие быть таки некрасивая и оставила вот буквально совсем чуть-чуть и она потихонечку обрастет за лето за весну за лето и вот такой еще папоротник я покупала с названием розовый не знаю правда это или неправда не очень я разбираюсь в сортах папоротников ну вот по крайней мере тоже так вот он хорошо выглядит тоже стал обрастать по обрезала ему сейчас лайки вы видите в мешочек покидан старые-старые такие знаете которые вы под вытянулись подсохли вот оставил такие более-менее хорошенькие вот он уже наращивает эти свеженькие раскручивает так что тоже думаю что обрастет довольно быстро и заодно еще написала на конец оберки чтобы не забывать как называется то я лично как видео начинаю снимать мне все время ступор какой-то все время забывает вот сюда бы еще конечно что-нибудь бы поставить какой-нибудь бирку бы приходит не знаю как опознать кстати вот этот надо поставить ему бирку потому что покупала я его с названием кардитос уж не знаю он это или не он потому что он в принципе похож на розовый то давайте похожи только что цветом но этот цвет не обращайте него не что он такое немножко как подвыцелом просто был пересушен сейчас он напьется и цвет вернется к него такие вот у него мои красивые поставлю бирочку напишу кардитос но потом надо будет посмотреть поискать в интернете сравнить этот не знаю как называть как у него вайки такие жесткие ветер торчат вверх тоже такие прям пышненькие хорошенькие может кто-то познаете подскажете как называется за окном уже темно начала я все это дело засветло и вот вот эту часть окошко уже полностью привела в порядок поставила расставила растение так чтобы они друг друга не загораживали и не перекрывали свет что-то я помыла все полила где-то написала поставила бирки где хотела где название забываем протерла точнее помыла снесла зеркала это что стоит у меня на ближе точнее на окне это что стоит вот тут для отражения света за стеллажом за полочкой вот этой стеллажом это уже громко сказано вот так вот все у меня здесь будет смотрите какой у нас новый листочек вылезает красавчик это бархатный антуриум ларинер и знаете какой он хорошенький красота красота цветет кстати к ларинер и вам вот так это декоративный лиственный декоративный лиственные антуриума не цветут красивыми цветами как обычные антуриумы которые мы с вами привыкли вот это красивая бегоне называется pink минкс смотрите какая хорошенькая это бегоники или по-другому тростниковая бегоне бегоне которые растут строго вверх видите как бамбук или тростник она тут даже цвести собралась бутушки торчат но цветы у таких бегоний красивые конечно но не ради цветов их выращивают а ради декоративных вот таких вот красивых листьев здесь же у меня стоит красотка такая смотрите это алаказия макрориза варигатная вот хорошенькая тут листья слились с альбой да даже не поймешь где алаказия где монстера здесь еще поставила вот такой красавчик холодное сердце это сингониум я его переукореняла омолаживал поэтому такой сейчас не очень красиво выглядит но все равно хорошенький орхидейки полила вот это вот орхидея пульсация и вот это орхидея я забыла как называется надо кстати поискать название тоже поставить бирочку они очень хорошо друг друга дополняют правда по цвету такой вот тут такой тон и здесь такое присутствует так вот вместе хорошо смотрится и вот этот кстати вот орхидейка я ее покупала уже приличное время назад она у меня дорастила цветонос вот уже вот один раскрыл цветочек и вот бутончик появилась так и что еще ну вот и все а и код кстати код тоже поращивает еще по моему продолжает доращивать цветоносики тоже хорошенькая орхидея очень хорошо цветет молодец так старается ну и на такой позитивной ноте буду заканчивать это видео такие вот у меня будни цветовода все время я что-то с цветами делаю то переставляю с места на место то нашу мы то поливаю то что-то протираю то что-то укореняю если вам нравится такого плана видео с цветами то что я делаю с ними то пишите в комментариях я буду тогда чаще такие видео снимать если их действительно интересно смотреть не забывайте лайки это помогает продвигать видео чтобы его увидела как можно больше моих же подписчиков так уж работают алгоритмы всем огромное спасибо за просмотр пока пока пока